Добрый день, дорогие зрители! В этом видео мы покажем вам, как подать свой журнал в директорию ФОПа Наса Журналс, более известную как Дуаш. Что это такое для тех, кто не знает? Это наукометрическая база данных, которая включает в себя 9,5 тысяч журналов и 2,5 миллиона статей. То есть, довольно неплохие цифры. Что нам надо для того, чтобы попасть в эту базу? Во-первых, это полностью настроенная политика доступа и лицензирования вашего журнала. То есть, дальше в видео расскажу об этом подробнее. И второй пункт, это заполнить анкету. Анкета находится по ссылке Apple. Будет в описании под видео. Вот эта анкета, которая состоит из 54 пунктов на английском языке. Также поддержка Дуаш сделала переводы этой же анкеты на другие языки. Вот вы их можете видеть на экране. То есть, нам нужен русский. Открывается анкета, в которую все пункты переведены. Так. Ну что, начнем подавать журнал в роли журнала, который мы подаем. Польский сантефик журнал в Пополонию университи. Редакторы нам разрешили снять видео о том, как мы будем подавать их журнал. Предварительно они заполнили вот эту анкету. И мы ее перенесли, дабы не тратить время. Заполнили поля. Сейчас я вам расскажу о основных важных полях, которые нужно заполнить. То есть, ну, с этим, в принципе, рядом все понятно. Платформа, которую мы используем, это OGS. Имя, почта, контактного лица журнала. Страна, в которой паблише находится. Польша. И вот начинаются такие, не всем понятные вопросы. То есть, имеет ли журнал за редакционную обработку. У каждого журнала могут быть свои тонкости, нюансы. Мы расскажем конкретно о заполнении под этот журнал. То есть, здесь нет. Если бы мы нажали да, то у нас бы попросило ввести стоимость и ссылку. Ну да, стоимость и ссылку. Прошу прощения, стоимость и валюту. Ссылка в любом случае указывается, где эта информация есть. В данном случае она у нас находится в инструкции для авторов. То есть, тут, в принципе, чем Дуаш, подача, вернее, журнала в Дуаш интересно, так это тем, что на каждый ваш ответ нужно подтверждение. То есть, вот следующий пункт, допустим, стоимость публикации. И где-то информацию можно найти. Мы ставим да. Ссылка, опять-таки, в инструкции для авторов. Стоимость валюты. Потом, сколько статей за последний год календарный мы посчитали. И опять, укажите ссылку, где-то информация найдена. И почти все здесь пункты необходимо показывать, где они находятся. Ну, то есть, ссылки давать. Потом у нас идет... Если какая-то особенная политика для малоразвивающихся стран, к примеру, нет. Политика архивирования у нас здесь стоит logs. Может быть, какая угодно. И информация где-то... Вернее, прошу прощения, ссылка где-то информация может быть найдена. Вот я, допустим, плохо с английским. Не понимаю, что это за пункт. Я открываю инструкцию. И ищу... Кстати, 27-й пункт, да? То есть, по сути, должен быть и здесь 27-й. Но не тут-то было. Все из-за того, что в зависимости от того, в каком-то пункте вы выберете yes или no, то у вас либо добавится, либо исчезнет какой-то пункт. Поэтому может изменяться последовательность в пределах нескольких пунктов. Вот, допустим, 27-й, 25-й наш. Допускается ли полно-текстовая индексация поисковыми роботами? Да, допускается. То есть, идентификаторы, которые журнал использует. В нашем случае, дое. Думаю, в многих случаях дое будем. Готовы ли вы загружать метаданные в дош? Это обязательно, поскольку, как бы, 2,5 миллиона статей. Это пользователи, редакторы журналов загружают в дош. То есть, вы обязаны будете делать то же самое. А я потом в конце видео покажу, как будет выглядеть полностью заполненный журнал и статьи. Предоставляете ли вы статистику загрузки статей? Мы не предоставляем, ставим no. С какого года публикуется на сайте в онлайне журнал 2008-й у нас? Эта информация в архивах находится, в принципе, очевидно. В каком формате пойдем? В PDF. Потому что мы можем с PDF-а скачивать ключевые слова, языки. Потом страница редакционной коллегии обязана быть. Какой тип рецензирования у вас? У нас это Double Blind Peer Review. И, опять-таки, где эта информация указана? Потом цели журнала. И, опять-таки, ссылка где эта информация указана? Инструкция для авторов тоже обязана быть. Ссылка где она указана? Использует ли журнал политику плагиата? Ну, как думаю, в принципе, любой журнал пользуется политикой плагиата. Поэтому ставим да. И опять информация где-то может быть найдена. Подтверждение имеется в ваших слов. В неделях указывается срок от подачи до публикации статьи. То есть количество недель. Политика открытого доступа журнала обязательно. Тоже ссылка идет. Это все можно найти вот в разделе о журнале. И вот политики идут. Это которая Iman Scope. Которая про лицензирование пункт. Открытого доступа. Архивирование. Которая локс-клокс. Антиплагиат. Публикация. То есть вот инструкция для авторов. Где у нас тоже здесь указано. О стоимости статьи. Подачи. Которую мы указывали. В первых пунктах. Тут же продублировано, что у нас Double Blint Perview процесс. То есть вы можете просто, если у вас нет информации той или иной. Подобавлять ее вручную. На чем остановились. Лицензии. То есть это 45 пункт. Используют в статьях. Почему я мучаюсь? У нас же есть перевод. Включают ли метаданные статьи машинопечатаемую информацию. Типы лицензии. Затрудняюсь ответить, что это за пункт. Но я с таким не сталкивался. Поэтому ставлю No. Лицензия у нас. CC BY. И опять информация, где ее можно найти. То есть она у нас на главной странице. Она в принципе во всем Open Journal Systems. На главной странице отображается. Это вроде бы на любой странице данных. В подвале отображается. Пункт в открытом доступе. Могут ли любые читатели скачивать. Копировать. Статьи и тому подобное ставим. Да. 51 пункт у нас идет. Какой каталог использует журнал для регистрации и депонирования своей политики. В данном случае это Sherpa Romeo. Ставим галочку. Потом пункты 52, 54, 53 у нас был бы, если бы мы нажали есть. То есть смотрим, что это у нас за пункты. Позволяет ли журнал сохранять авторам право на публикации без ограничений. То есть здесь нет. И позволяет ли журнал сохранять авторам авторские права без ограничений. Но опять-таки в политике каждого журнала здесь свои будут настройки. То есть в данном случае у нас нет и нет. После этого заполняем ваше имя и почту. Ну, мы здесь заполнили от имя одного из редакторов журнала. Того же, кого мы указали. Контактное лицо этого журнала. Это дальше. Дуаж будет писать на эту почту вот этому редактору. И есть здесь шпаргалка о том, как получить печать Дуажа. То есть, я так понимаю, это чтобы гарантированно восприняли в Дуаж. Мы все эти пункты соблюли. Они есть на русском языке. Вот они ниже. Знакомитесь. И, в принципе, можно нажимать. Сейчас еще раз глазами бегло пробегаемся, дабы ничего не упустить. И нажимаем Submit. Ага. Ну, если мы где-то что-то неправильно ведем, будет вот такой вот красным выделенный текст. Видимо, дефис он тоже воспринимать не хочет. Ну, укажем среднее значение. И нажмем Submit опять. Все. И письмо благодарности о том, что спасибо, что вы подали к нам свой журнал. Скорее всего, здесь написано, что мы рассмотрим. Ага, вот даже срок пишут. В общем, ждать полгода. Около того. И лучше раньше не писать. Ну, в принципе, логично. Потому что в этот журнал, прошу прощения, в эту базу данных очень много журналов подается. Очень много журналов на рассмотрении. Это одна из первых передовых баз данных. Куда просто должен вступить каждый, обязан каждый журнал подать себя сюда и быть здесь. Теперь я вам покажу, как выглядит журнал, который уже здесь есть. То есть, мы перейдем... Вот такая вот страничка будет вашего журнала. То есть, вот название журнала, будут ассистены, которые вы указали. Домашняя страница, информация, которую мы вводили с вами. Вот она вся. И будет список статей по выпускам, по годам. Вот, к примеру, посмотрим. Прошлогодние статьи этого журнала. Название, авторы, журнал, выпуск, дуи. Можно глянуть абстракт. Можно глянуть фулл текст на сайте. Где PDF же тут же и скачать. Вот так вот работает директория OpenAsset Journal. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Спасибо за время.